Механизм образования цен Так называемого свободного мира и свободной экономики Процессы контроля за ценами весьма жестоких А в некоторых странах, таких как Соединенные Штаты Они поставлены на уровень, будем говорить, такой же, как и налоги на уровень преступлений Если, так сказать, совершаются какие-то манипуляции с ценами И это каким-то образом затрагивает интересы американских граждан Такие вещи наказываются достаточно строго И это очень серьезный показатель Поскольку все сегодня так называемые либеральные демократы От экономики показывают пальцами в сторону самой свободной страны мира Ну, о том, что у нас не любят контроль цен Говорит то, что мы два года боремся за введение различного рода нормативных индексов Которые позволяли бы все-таки удовлетворить чаяние наших граждан По целому ряду продуктов, которые сегодня находятся в реальной продаже Если говорить о 2013 прошедшем году То мы будем говорить, что он достаточно демонстрировал ровный, стабильный уровень цен То, что сегодня говорят и пытаются сказать о каких-то там невероятных взлетах или падениях Не есть на самом деле реальные правды Потому что колебания цен в пределах 2-3-1% Это совершенно нормативная ситуация Которая, так сказать, ни в каком случае не дестабилизирует экономику Ну, вот будем говорить так, что Мы проводим практически каждые 10 дней мониторинг На базовые продовольственные товары И любые ценовые колебания мы фиксируем В 2013 в целом было снижение цен на муку, макаронное изделие, манную крупу Но самое заметное, там, помните, у нас был некий ажиотаж на гречку Значит, снижение цен произошло в прошлом году на 13% и так далее На рис цены выросли, но это совершенно не характеризует состояние украинской экономики Поскольку рис выращивают в нескольких других, так сказать, регионах планеты И это есть товарные колебания мирового рынка Цены на хлеб тоже были нормативно В нормативных колебаниях это 2,4-3,2% И в целом нам удалось снизить также цены на мясо и мясопродукты То есть примерно на 8% Несколько подорожали молочные продукты И тому много как бы причин Я не буду в них вмешиваться Министр сельского хозяйства нашей аграрной политики Все время рассказывает об этом регулярно И приводит различного рода примеры Там и по поголовью и так далее, и так далее Поэтому я только зафиксирую тот факт Что да, немножко было повышение и так далее Но когда нас очень всех сильно критиковали за цену на яйца Мы можем сейчас доложить вам о том Что сегодня цена на яйцо просела практически на 20% И если мы будем сравнивать цены прошлого года Это были цены за 9, то сегодня 7,30 Это более чем 20% Если январь посмотреть уже прошедший В общем-то практически То цены у нас колебались где-то в пределах 3% Где-то проседали, где-то поднимались То есть вот такая вот, так сказать, будем говорить Синусоида, которая, в общем-то, характеризует Реальное состояние ежедневного любого варианта